Этот крепкий парень следит не только за своим телом, но и за лицом. Почти год назад решил отрастить бороду. По его словам, она придает больше мужественности и брутальности. Изначально ходил постоянно с бородой, с небольшой щетиной, там по пару месяцев. А потом вдруг мне что-то захотелось попробовать, как у меня знакомые друзья ходили с бородой. И это все попробовать на себе. Еще в зал приходишь, тренироваться, такой брутальный, становишься с бородой надутый весь. Забавно так получается, красиво. Даже на работе Артем не забывает ухаживать за своим главным аксессуаром. Наносит масло и придает форму расческой. Кстати, в спортивном зале он такой не один. Все больше мужчин отказываются от бритвы. Психологи пришли к выводу, что на подсознательном уровне человек воспринимает обладателя бороды как более зрелого и привлекательного. Также психологи считают, что из-за снижения стремления девушек быстрее выйти замуж, таким образом мужчины стали стараться привлечь их внимание. Когда уменьшается в обществе количество невест, увеличивается в обществе количество мужчин с бородой. Может быть, это дань вот такой тенденции на сегодняшний день, что мужчинам хочется выделиться, запомниться и оставить о себе привлекательное такое впечатление. Сейчас будем делать оконтолку бороды. К своему барберу Артем приходит пару раз в месяц освежить и подровнять форму. Именно барбер отвечает за красоту и стиль носителя бороды. В Барнауле с каждым годом подобных заведений становится все больше. Желающих много. Обращаются к нам довольно-таки очень часто. И это очень становится популярно. С каждым годом все больше и больше людей начинают понимать, что вид волос на голове меняет человека кардинально. Обучаются барберы в барбершопах, а также на выездных мастер-классах, получая знания от своих более опытных коллег. А все для того, чтобы помочь мужчинам оставаться в тренде. София Яценко, Николай Шелко. День с толком.